Моему старшему сыну сейчас 8 лет и он изъявил желание научиться играть на гитаре. Кроме этого, он очень любит петь и мы немножечко от этого страдаем, когда едем куда-то в путешествие на длинное расстояние, когда нужно провести в машине 5-8 часов, потому что первые полчаса это очень весело, все остальное время мы немножечко напрягаемся. И вот сейчас мы находимся в музыкальной не школе Kids, это школа, где детей обучают играть на музыкальных инструментах, обучают петь и все это проходит в максимально расслабленной для ребенка обстановке. Но самое главное, что меня очень впечатлило, что создатели, основатели этой музыкальной не школы решили разместить у себя вот такой вот детский игровой домик. Я прекрасно понимаю своего сына, когда он очень волнуется перед чем-то новым и понимаю, что если бы он сейчас отправился в музыкальную школу, ему было бы очень не по себе в ожидании начала занятия. Во-первых, потому что это новый для него человек-преподаватель, во-вторых, потому что он понимает, что его навыки будут оценивать. Но здесь ребенок может полностью отвлечься от этих мыслей и заняться игрой. Не захочет играть в домике, он может просто покататься на качельке или покидать вот такие вот мягкие, абсолютно безопасные мячи в кольцо. Я, кстати, попала. Вот. И в это время он точно не будет думать о том, как ему будет сейчас некомфортно и неловко на занятии. Он просто будет расслабленный, и когда придет уже непосредственно к учителю на занятия, он будет питывать новые знания, учиться новому, разрабатывать свои пальчики, разрабатывать свои голосовые связки. И я уверена, что в такой обстановке все получается намного легче, намного быстрее, и материал усваивается намного проще и лучше. И, конечно же, прекрасно продумана вся концепция данного детского игрового домика. Здесь есть два этажа. На первом этаже помещение, где будет меловая зона, где дети смогут рисовать, где дети могут покататься, покидать мячи. Там есть еще одна, вторая комнатка. Я думаю, там будут располагаться какие-нибудь игрушки или что-нибудь такое, чем дети смогут заняться. А на втором этаже будет мягкая зона, где они смогут побегать, попрыгать, побеситься, чтобы потом наполненными хорошими эмоциями отправиться уже на занятия, где порадуют своих родителей изучением произведений. И я, как мама двоих детей, второму которому два годика только сейчас, еще и понимаю, что можно привезти старшего на занятия, а младшего отправить вот сюда. Да, и при этом мне будет максимально легко ожидать этот час, пока пройдет музыкальное занятие у старшего ребенка. Это просто идеально. Мамочки, многодетные, у кого там двое деток и больше, рассмотрите эту не школу музыки для своих детей. Знаете, часто присылают проекты, а можете сделать так, 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 или может быть так. Да, да, конечно, может, но многим может не понравиться стоимость, либо срок. А, как правило, люди хотят вчера и бесплатно, но так не бывает. Должно быть либо хорошо, либо качественно, либо безопасно. Эти критерии нужно учитывать. Этот проект именно такой и есть. Он не получился дешевым. Почему? Потому что он сделан круто, класс, в узком пространстве. Понимаете, ведь все должно быть как сделано. Должно быть либо ровно, либо красиво. А, как правило, так не получается. Потому что стены сделаны криво, а штукатуры, они якобы ровно. Но когда прикладываешь к нему ровную деталь, МДФ, он криво. Понимаете, что каждый проект – это эксклюзивная работа с отдельным заказчиком. Иногда с эксклюзивным заказчиком, а иногда и с эксклюзивным дизайнером. Вообще отдельная песня. А когда ты общаешься с дизайнером, доходишь до работы с объектом, и получается, что заказчик вообще наполовину не понимает, что происходит. А дизайнер часто рисует вообще непонятно что. Предметы, которые держатся в воздухе, летают по своим законам физики. Но так не работают. У всех деталей должно быть крепление. И оно должно быть, во-первых, надежное. Чтобы оно не отломилось, в лучшем случае, если оно поломается. А в худшем оно может просто какого-то прибить. И так делаться не может. В общем, ладно, про эксклюзивность мы поговорим в других видео. А даже с простыми домиками, помещениями, стандартными вариантами, не всегда все просто. Везде есть свои нюансы. Тут тоже были большие нюансы с этим домиком. Но в общем, в итоге вышло все классно, круто. Все гладенько, четко, везде примыкает. Единственный момент, вот эта вот колонна, она великолепна. Боже, сколько она подарила незабываемых эмоций нашим мастерам. В общем-то, ребят, друзья, пожалуйста, если вы хотите помещение, домик, обязательно напишите. Причлите видео. Нужно сначала обсудить, а потом уже приступать к работе. И запомните, что быстро, дешево, вчера, бесплатно не бывает. Если хотите круто, то нужно будет подождать и чуть-чуть заплатить больше. А если вы заинтересованы в том, чтобы заказать детский игровой домик для своего проекта, напишите нам, и мы поможем воплотить вашу идею в жизнь. Потому что твой детский домик воплощает любые идеи.